всем привет меня зовут екатерина тема урока употребление имен прилагательных в речи давайте разберемся о том вообще части речи какие собственно роли играют в нашей жизни как часто мы их употребляем понятное дело что слова русского языка образуют систему частей речи каждое слово кто или иной относится каждое слово что-то обозначает именами существительным мы называем предметы которых полно вокруг нас начиная от яблока заканчивая любовью и ненавистью глаголы обозначают действия которые мы тоже совершаем каждодневно начиная самых примитивных проснуться заснуть умыться и заканчивая какими-то возвышенными чувствовать верить и так далее естественно есть местоимения которые заменяют имена существительные или имена прилагательные и отсюда возникает ну наверное логичный вопрос зачем нужны прилагательные они называют и характеризуют предметы дают описание признаки любые свойства тех предметов которые нас окружают от тех характеристик которые мы можем уловить взглядом по цвету например зеленый красный белый или его свойства хорошие удобные приятные и очень много признаков для одного даже предмета мы можем подобрать имена прилагательные обозначают признак предмета частотно употребляются в русском языке и человек стремится не только давать название всем предметам которые его окружают но еще и как-то их оценить возможно или дать им характеристику тут прилагательные приходят на помощь давайте посмотрим насколько эта помощь уместно возьмем с вами существительный дом для каждого из нас это слово ну что-то явно значит но описать его при помощи прилагательных мы можем с абсолютно разных сторон ну например возьмем вот такую категорию старый новый ветхий просторный длинный крупный старинный примерно понимаем какой семантической группы объединены эти прилагательные или еще более примитивные двухэтажные многоэтажные или пробежимся по материалу деревянные каменные брусчатый кирпичный панельный или пойдем характеризовать дом немного с другой позиции назовем мы его уютным отчим любимым или ненавистным получается что это далеко не полный список то есть его можно еще продолжать сделать его в два или в три раза больше поскольку признаков у предметов достаточно много а у такого слова как дом мы понимаем что есть условно прямое значение ну несколько значений сложно говорить какой из них более прямой а какой переносно но это может восприниматься дом как здание и дом как место где живет семья место откуда мы все выходим ну вот разные значения исходя из этого и признаки могут быть разные и доходить количество прилагательных может до существенного числа для вот такого небольшого существительного дом что нужно понимать прилагательные по своему количеству и значимости занимают третье место в языке после существительных и глаголов их использование придает художественную выразительность нашей речи наша речь становится более утонченная но при этом более конкретная потому что мы вносим определенную ясность вот лингвисты утверждают что есть список тех прилагательных которые являются самыми частотными наиболее употребимыми я сейчас их назову вы подумайте ну хотя бы одно из них вы сегодня уже проговаривали или нет так и проверим наших лингвистов ну например большой новый старший великий последний молодой хороший важный русский главный черный белый я вот точно сегодня как минимум одно из них произносила и не только для вас потому что ну очень часто нам приходится то или иное описывать при помощи прилагательных теперь разбираемся с тем какую роль выполняют прилагательные в художественной речи мы помним что художественный стиль скажем так орудует с произведениями литературы с тем что воздействует на читателя что пробуждает в нем особенные чувства заставляет его задумываться о вечных вопросах соответственно употребление имен прилагательных в этой художественной речи придает ему определенную выразительность и вообще в художественной речи примерно каждое четвертое слово это имя прилагательное наверное каждый автор это для себя может оправдать и в этом есть большой смысл я конечно не говорю про там полстовского который может из одних прилагательных соткать весь текст и возможно некоторым это покажется немного преувеличена художественно но факт остается фактом это можно сделать особую роль прилагательные выполняют в качестве средств выразительности мы поговорим не про все средства выразительности которые может прилагательное образовывать в том числе мы поговорим про основные те которые на данном этапе хорошо знать те с которыми вы уже сейчас на уроках литературы работаете или начнете скоро работать те которые в принципе помогают лучше понимать поэтический и художественный текст это эпитеты синонимы антонимы и фразеологизма давайте о каждом из них немного поговорим и проясним ситуацию что же кроется за этими терминами и так эпитеты очень часто его точно знаю что в учебнике литературы очень часто после стихотворения одно из заданий обязательно выпишите эпитеты и тут начинаются пляски потому что что такое эпитеты знают почему-то не каждый ученик давайте разбираться и приведем такую четкую параллель говорим о прилагательных значит будем говорить об эпитетах это то художественное определение или образно эмоционально характеризующее описываемое явление или человека мы описываем или природу или предмет или события мы даем ему максимально такое эстетичное определение но я не говорю что эстетичное обязательно красивое мы можем пить и там и очень сильно изуродовать определенные предметы зависимости от того какую цель вы перед собой ставите эпитеты помогают поэту создавать поэтические образы и чем более они будут неповторимы тем наверное явно будут запоминаться и к этим произведениям будут возвращаться ну например закруши закружилась листва золотая в розоватой воде на пруду словно бабочек легкая стая с замиранием летит на звезду здесь не очень много эпитетов и они скажем так не самые удивительные потому что ну они такие на поверхности ровно для того чтобы мы лучше понимали о чем речь ну например листва золотая золотая это собственно эпитет такое красивое определение предмету мы понимаем что это на сходстве цвета имеется ввиду но если бы автор сказал закружилась желтая листва эффект был бы явно не тот и поэтический образ бы не уложился а так через эпитет мы понимаем что автор ну наверное как минимум тяготеет к этому времени года его не расстраивает желтые листья ему они нравятся потому что он их ассоциирует с драгоценностью но опять же не будем завтра додумывать да то я знаю все эти мемы которые про учителей рождаются которые очень много додумывают завтра розоватая вода на пруду понятное дело что здесь тоже переносный смысл и розоватая здесь совсем другом значении мы понимаем что вода в целом розоватой может быть только при определенных условиях явно не в пруду или после какой-то техногенной катастрофы разве что но все-таки это эпитет ну как-то так свет упал закат играет и автор так видит автор пытается нас перенести в это состояние при помощи эпитетов или легкая стая бабочек здесь тоже воздушность и плавность этих бабочек передается прилагательным понимаете теперь для чего нужны эпитеты то определение то прилагательное которое будет выполнять не примитивную роль ну типа того что микрофон черный а выполняется несколько иную задачу создавать образ который мы может быть никогда бы не представили если бы не прочитали конкретно это словосочетание помимо эпитетов вот таких авторских чисто в русском языке богато представлены и постоянные эпитеты это эпитеты которые неразрывно уже связаны с определяемым словом вследствие чего стали устойчивым выражением и они очень хорошо представлены в русском фольклоре но это например такие постоянные эпитеты как молодец обязательно добрый девица обязательно красная месяц обязательно ясный поле обязательно чистое берега обязательно кисейные и так далее постоянные эпитеты ну скажем так упрощали задачу в целом фольклором понимаем что это народное творчество то что кочует из уст в уста и вот запоминать какой там этот молодец добрый он всегда будет и рассказывает вот уже пятый пятидесятый человек какую-то небылицу используют одни и те же эпитеты или сказку он рассказывает но они закрепились и стали постоянными у них такая как у фразеологизмов уже устойчивость ну а фразеологизмах дальше теперь поговорим про синонимы ну я думаю что вы прекрасно знаете что такое синонимы это слова близкие по лексическому значению этот термин соседствует не только с прилагательными но сегодня мы поговорим как это в прилагательных реализуется и как помогает тем самым сделать выполнить главную задачу прилагательных украсить нашу речь в русском языке у прилагательных много синонимов вот например возьмем одно прилагательное высокий и пробежимся по синонимам посмотрим как по разному играют значение где определенное прилагательное лучше употребить а где нужно выбрать другое высокий синоним важный то есть мы понимаем что ну в зависимости от контекста здесь несколько другая идея заложена в прилагательной высокий великорослый возвышенный высоковольтный гулливеровский здоровенный рослый синонимы могут быть контекстными в зависимости от разных значений одного и того же прилагательного понимаем что высокий мы можем использовать ну в значении там размера да тогда мы скажем высокий высокорослый а может быть мы скажем что высокий смысл значит уже возвышенный смысл здесь уже совсем не о размере речи поэтому синонимы ну как минимум могут дать нам почву для того чтобы еще более четко описать образ который мы задумали при помощи существительного теперь поговорим про антонимы тоже явление которое не только с прилагательными используется есть и существительные антонимы мои глаголы антонимы но вспоминаем это слова противоположные по значению и у прилагательных таких пар скажем так антонимичных тоже очень много они часто используются в тексте причем в паре они ну скажем так завершают тот образ который нам пытается донести автор широкий узкий толстый тонкий длинный короткий сильный слабый высокий низкий женственный мужественный мы вспоминаем сразу чехова или не вспоминаем потому что вы еще может быть не успели его прочитать но у него есть рассказ толстый и тонкий так он и называется и вот эта антонимичная пара толстый и тонкий очень хорошо отражает всю суть рассказа об этом потом узнаете и вспомните возможно про антонимы и даже может быть козырнете на уроке литературы тем что в названии заложена вся антитеза произведения ну что следует запомнить чтобы подбирать подходящие синонимы или антонимы вы можете пользоваться словарями то есть если возникают трудности вы понимаете что ну ничего не приходит на ум можете открыть словарь синонимов русского языка или словарь антонимов русского языка также вам поможет простой толковый словарь а может быть не так широко там будут представлено там обычно прописывается там и синоним и антоним к слову которые вы ищете пользуйтесь словарями открываете новые горизонты расширять словарный запас за счет того что вы знаете очень много синонимов очень много антонимов и а фразеологизмах что нужно знать вообще фразеологизма это тоже не только с прилагательными связанные обороты но почему-то с ними очень плохо как-то происходит общение школьников вот не любит фразеологизмы школьники хотя это вот такое богатство русского народа все что нажито непосильным трудом это все фразеологизма это устойчивые словосочетания которые являются целостными и не меняются употребляются в речи целиком всегда переносное значение и всегда неизменность нельзя одно слово заменить на другое даже форму в некоторых заменить нельзя ну пробежимся по тем фразеологизмом в которых есть прилагательные например белая ворона синий чулок золотая середина буйная голова под горячую руку с чистым сердцем пороховая бочка вы прекрасно понимаете что у этих словосочетаний ну если в прямом значении то это просто какой-то бред а с переносным значением и этой устойчивостью это фразеологизм и как пороховом можем сказать ну ты как белая ворона про человека который по каким-то характеристикам не вписывается в окружающий коллектив людей он чем-то явно отличается соответственно переносное значение очень богато представлено но при этом сказав всего одно словосочетание вы весь этот большой смысл можете вместить вот в два слова поэтому фразеологизм использовать свои речи ну это показатель показатель большого уважения как минимум к языку и ко всему тому что уже нажито что есть откройте словарь фразеологизма удивитесь как много разных выражений используйте ну или хотя бы понимаете их значения начните с этого просто понимать а что же это значит чтобы не оказаться в нелепой ситуации в неловком положении теперь разбираемся с еще одной особенностью есть так называемые слова которые прилагательные то или существительное или и то и другое некоторые имена в русском языке с течением времени перешли в разряд существительных теперь их они называют не признак а предмет ну например вселенная запятая часовой набережная булочная и так далее это те слова которые были когда то предлагательными вот вам признака стали существительным но при этом многие слова употребляются и как прилагательные и как существительные здесь все зависит контекста например больной родной и знакомый может быть прилагательным может быть существительным и такая Возможность перехода из одной части речи в другую тоже сказывается на том, что прилагательные выполняют главную свою функцию, они украшают речь, потому что человек говорящий занимается словотворчеством, он пытается свою речь подавать интересно, он находит новые лазейки, язык живет, язык рабочий инструмент, которым можно пользоваться, а не просто вот он лежит, пылится, я не знаю, как там что работает, где что откручивается. Это вполне себе рабочий инструмент, благодаря которому вы можете сделать невероятные какие-то вещи, и прилагательное в этом явно не последнее место занимает. На этом у меня все, спасибо и до встречи на следующем уроке.